Умение плавать – просто необходимый навык для жителей города на такой реке, как Припять. И в столице Полесье со всей ответственностью относятся к этому вопросу, что показательно, с самого раннего возраста, где есть такая возможность, мазариане получают уроки плавания, начиная с АЗОВ, как в случае с героями нашего сюжета. Учебной программой дошкольного образования предусмотрено занятие плаванием как обязательное условие организации образовательного процесса. В нашем дошкольном учреждении функционирует современный бассейн, который работает круглогодично, что позволяет нашим воспитанникам быть здоровыми, закаленными и физически развитыми. К занятиям в государственном учреждении образования ЕСЛИСАД номер 41 подходит серьезно и развитие плавательного навыка не ограничивается исключительно бассейном. Сухое плавание, по оценке специалистов, значительно ускоряет процесс обучения на воде. Плюс это отличное средство развития ребенка, его, так сказать, адаптация к новой среде. Занятие в скомбассейне – это альтернатива бабочному бассейну. Это, конечно, решение многих задач. Это подводящее подготовительное упражнение к плаванию, это индивидуальная работа, щадящий режим. И, кроме того, это, конечно же, преодоление водобоязни, преодоление погружения для младших ребятишек. Кроме обучающих задач, естественно, решается множество других. Это профилактические задачи лечебные, профилактика плоскостопия, правильная осанка, это оздоровление организма, закаливание, массажный эффект расслабления. Что и ребятишек, то им кажется по нраву занятия в сухом бассейне. Упражнения в не самых обычных условиях. Мне очень нравится сухое плавание, и в бассейне мне тоже нравится. Что до самого бассейна, то это чаша размером 10 на 6 метров, с максимальной глубиной около метра. Но понятно, что тем детишкам, занятия которых мы посетили в бассейне, подобная глубина еще не нужна. Они пока что, скажем так, осваиваются на мели. У меня сейчас усыновался, я отлично плаваю. Уверенность Настеньки впечатляет, но понятно, что даже для того, чтобы просто держаться на воде, нужно время и высокая квалификация, которой, надо отдать должное, есть у руководителей физического воспитания данного учреждения образования. По времени это бывает по-разному у каждого ребенка. У кого-то это можно за одно занятие, у кого-то где-то дольше. Если мы преодолели водобоязнь, поэтому и дальше мы уже можем продолжать обучение плавания. С трехлетнего возраста детки занимаются в бассейне. И около 250 воспитанников раз в неделю проводят занятия в этом океане. Как назвал свой бассейн один из воспитанников Государственного учреждения образования «Яский сад номер 41».